Наказать за визит в Баку решили армянские националисты, политика и писателя Ваги Аветяна. Угрозу в свой адрес политэмигрант получает не в первый раз. Но если раньше обещания о расправе с ним его земляки писали лишь в социальных сетях, то теперь их поддержала отечественная пресса. Газеты Айотс Ашхар, Аравот и другие открыто призывают наказать предателей. Так они, помимо Аветяна, именуют правозащитника Вана Мартиросяна и журналистку Сюзан Джагинян. При этом такие публикации ничуть не осуждаются официальными СМИ Армении, а также правящим режимом в этой стране. Практически вся интернетовская медиа распространила открытый призыв к насилию, и в стране молчат все правозащитники. Вся медиа об этом молчит, деятели в их числе. Официальная медиа, то есть телевизионные каналы и официальные газеты даже не сообщали, что я был в Баку. И вот открытый призыв всем сумасшедшим согражданам моим в диаспоре и в Армении о физической расправе. И все институты гражданские молчат. Ваге Витян, Ван Мартиросян и Сюзан Джагинян в ноябре 2016 года приезжали в Азербайджан. Они участвовали в миротворческой конференции на тему Нагорно-Карабахского конфликта и посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими националистами в 1992 году. Армянские общественные деятели также выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана и выступили с резкой критикой в адрес нынешнего правящего режима Армении. Такой смелый поступок, учитывая состояние войны между Ереваном и Баку, мягко говоря, не понравился большинству армян, зомбированных лживой пропагандой руководства Армении. Бывший президент этой страны Роберт Качарян открыто заявлял о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Причем выражал эту глупейшую мысль выходец из Нагорного Карабаха, видимо, забыв, как на протяжении долгого времени там жили в мире и согласии азербайджанцы и армяне. Михребан Косумова, Сибиси.